Не нужно копить весь год, чтобы путешествовать по России. Какую программу предлагает Казанский университет в рамках студенческого туризма? Наш маршрут начинается с Института международных отношений Казанского федерального университета. Вы точно были везде. Экологи Казанского университета создали цифровую карту Татарстана, куда попали малоизвестные места отдыха. Те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего. Таблетки больше не помогут. Почему организм препятствует медикаментозному лечению? Решение проблемы предложили ученые Казанского университета. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Клюшева. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета завершился отбор студентов для обучения на магистрской программе двойных дипломов КФУ и Имперского колледжа Лондона. Участниками магистратуры Петролиум Инжиниринг стали 9 человек. Молодость – лучшее время для путешествий и познания мира. По программе студенческого туризма Казанский университет принимает учащихся из разных уголков страны. Где живут и что посещают гости республики? Количество денег в кармане студента – повод для многочисленных шуток. Но есть способ путешествовать по России почти бесплатно – зарегистрироваться в программе студенческого туризма. Сегодня в ней участвуют 18 вузов страны, одним из которых стал Казанский университет. Программа пока рассчитана на летний период. Дальше планируется продлевание ее и уже в период зимних каникул, и на следующий год. Но в этом году мы готовы с радостью принять студентов вуз в России до 15 августа. Задача – это расширить представление о стране и о регионах. Потому что, когда люди приезжают из одного региона в другой, они видят культуру, они видят традиции, они видят и там, что живет, и молодежь, она есть, и у нее есть какие-то тоже направления, какие-то свои проблемы. И вот этот обмен в рамках страны, даже вот то, что в летний период, я думаю, что он очень важен. В разработке туристических маршрутов по Казани и Татарстану участвовали студенты Казанского университета и волонтеры Департамента молодежной политики КФУ. Одна из экскурсий прошла по Старой Татарской Слободе. Наш маршрут начинается с Института международных отношений Казанского федерального университета. Далее мы продолжаем идти по территории театра Галес-Каркамала, знакомимся историей Старой Татарской Слободы, посещаем такие достопримечательности, как мечеть Маржани, татарская усадьба. На время поездки Казанский университет предоставляет гостям комнату в общежитии на льготных условиях. Проживание в деревне универсиады составляет всего 100 рублей в день. Экскурсии и культурная программа от КФУ полностью бесплатны. Студенты и аспиранты поделились своими впечатлениями об организации Студ туризма в Казанском университете после экскурсий по музею истории КФУ. То, как с нами выходили на связь, это очень ответственно. Мне кажется, мне так по каким-нибудь турпутевкам не звонили, потому как здесь все было организовано. То есть очень много раз все уточняли, сверяли, показывали какие-то гайды, красивые места локальные, которые, может быть, кто-то не знает. Куда сходить, как провести там классное время. Все прям очень-очень хорошо было расписано. Возможность посетить российские города есть у каждого студента. Для этого нужно заполнить заявку на информационной платформе studtourism.rf и приложить пакет документов, паспортные данные, полис медицинского страхования, СМИЛС, ПЦР-тест или сертификаты вакцинации. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Радмир Софиуллин, Универньюз. В университетской клинике Казанского федерального университета продолжается вакцинация сотрудников, студентов и прикрепленного населения. На сегодняшний день доступны четыре вакцины против COVID-19. Это спутник ВИ, эпивак Корона, спутник Лайт и Ковивак. Вакцинироваться можно по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3-0. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Найти места для отдыха в Татарстане теперь будет проще. Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили возможность отдыха на территории Татарстана и создали специальную цифровую карту. Исследование было проведено для Фонда Института развития городов Республики Татарстан в апреле-май этого года. Рекреация означает восстановление сил, отдых. А рекреационный потенциал – это различные условия на определенной территории, которые позволяют людям отдыхать. Чем больше таких возможностей, тем выше рекреационный потенциал. Так, заместитель директора по научной деятельности Института экологии природы пользования Марии Кожевникова и доцент кафедры общей экологии Вадим Прохоров создали карту рекреационного потенциала Республики Татарстан. Идея сама состояла в том, чтобы проинвентаризировать такие участки на территории Республики Татарстан, которые обладают высоким рекреационным потенциалом, то есть те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего, для развития туризма на территории Республики Татарстан. Новостник вопрос. Как это сделать? Многие люди знают хорошие места, в которые ездят отдыхать. Но есть ли такие места еще? И как их найти? Ученым Казанского университета удалось создать такую карту. Благодаря накопленным ранее Институтом экологии и природопользования материалам получилось создать две модели карты Татарстана. Одна из них светлая и была передана инвесторам. Все это делается в первую очередь для развития территории Республики Татарстан. И вот анализируя районы, мы можем с вами видеть вот здесь вот, что самый высокий рекреационный потенциал у нас в Верхнеусланского района. Потом идет Камско-Устинский, Титюшский, Высокогорский, Зеленодольский и другие районы. В дальнейшем данные разработки планируют использовать для проектирования рекреационных зон Республики. Инджимин Небаева, Радмир Софиулин, УнивертНьюс. Почему организм привыкает к лекарственным препаратам и не дает себя лечить? Эту проблему уже на протяжении нескольких лет изучают ученые Казанского федерального университета. Какие решения предлагают они, узнаете в следующем сюжете. Когда организм не может побороть определенную бактерию или вирус, несмотря на то, что человек принимает лекарства, такая проблема называется устойчивостью или, по-другому, резистентностью к препарату. Чаще всего она возникает в том случае, когда человек принимает лекарства не назначенным курсом, а частично. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. И все, ладно, я не буду остальное допивать, и так все нормально. А на самом деле организм привыкает. То есть, когда он не убивается до конца, остаются такие полуживые, так скажем, бактерии в организме. Они уже выживают в условиях этого лекарства и становятся к нему более устойчивы. Поэтому, конечно же, если мы начинаем какое-то лечение, то нам нужно его заканчивать до конца. Но если устойчивость все же сформировалась, то помочь в этом может так называемая маскировка лекарства. Это широкое научное направление, куда вносят вклад ученые со всего мира. В их числе и сотрудники Казанского федерального университета, которые используют так называемые макроциклы. И собирают из них наночастицы по принципу конструктора лего. Так, под руководством Людмилы Якимовой были синтезированы макроциклические соединения, которые могут собираться в различные формы, и туда помещается лекарство. Так получается новая лекарственная форма. То есть, это вот как киндер-сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляете, имеет нанометровый размер. Стоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. Такое спрятанное лекарство вредоносные организмы перестают узнавать, и тогда лечение будет приносить пользу. Но это не единственное преимущество макроциклических соединений. Они могут оказывать лечебные действия и без самого лекарства. Например, известно, что противораковые препараты очень агрессивны. Они разрушают не только сами раковые, но и здоровые клетки. И, по словам Людмилы Якимовой, используемые учеными макроциклы могут бороться с больными клетками, но при этом сохранять нормальные клетки здоровыми. Есть два поколения макроциклов, точнее, их несколько, но мы работаем с двумя. Это теоколексорен, имеет вот такую форму, как конус, чашечка. Есть пустое дно и верхушечка. И вот такой пиларен, это уже столбик. И вот как раз вот эти макроциклы, они могут между собой определенным образом взаимодействовать. Взаимодействуя друг с другом, макроциклы создают систему, которая уже была протестирована в лаборатории, показав успешный результат в борьбе с одним из видов раковых клеток. Работа ученых получила грантовую поддержку Российского научного фонда в 2017 году. И совсем недавно проект получил продление. Его руководитель Людмила Якимова выразила надежду на то, что спустя года разработка получит свое применение и станет надежным помощником в лечении людей. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!